Приветствую, друзья, с вами Валерон, и сегодня у нас будет обзор на самый неоднозначный альбом группы Napalm Death – Die Tribes. Данный альбом выходил только в первом прессе в 1995 году на лейбле Erage Records, на двух 10-дюймовках, и, кстати, еще до выхода альбома выходила EP-шка под названием Grid Killing, она у меня тоже есть, поэтому давайте посмотрим их поближе. Вот таким образом у нас выглядит пластинка. Конверт, кстати, очень качественный, полиграфия изумительная, ни к чему не придерешься. Сзади у нас, конечно, все попроще, однако качество ничуть не хуже. Вот таким образом у нас выглядит разворот. Здесь у нас пара фотографий группы и текст песен, информация о пластинке. Наверху у нас присутствует состав группы. К сожалению, вкладок у нас никаких нету. Таким вот образом у нас выглядят пластинки. Находятся они в антистатическом пакетике изначально, то есть это не ЯКЛО. Качество винила вы можете судить сами. Обратите внимание, есть небольшие точечки неровности и легкие потертости. Причем далеко не первый экземпляр мне такой попадается. На самом деле многие пластинки тех времен на лейбле Erasure Records имели вот эти маленькие дефекты. Вторая пластинка. Обратите внимание, здесь видно тоже еще один такой дефект. Что вначале могут немножко пластинки шуршать. Епишка Грид Килинг. Точно такая же бумага, как у самого альбома. В общем-то стилистика тоже. Полиграфия вполне на уровне. Видно, что у меня конвертик немножко замят. Трек-лист. И информация о епишке. Спереди у нас присутствует вот такой вот стикер. На котором написано Part 1 of the Die Tribes. То есть что намекает то ли на предисловие, то ли на одну из частей. Ну в общем-то да, можно сказать, что если эта пластинка у вас есть, то это как дополнение к альбому. Можно сказать, что альбом теперь у меня не на двух десятках, а на трех десятках. Внутри точно такой же антистатический пакетик, как у альбома. Ну и пластинка точно в том же самом стиле оформлена. Итак, друзья, давайте теперь поговорим о самих пластинках. Что можно сказать по альбому? Альбом, на мой взгляд, действительно неоднозначный. Многие хейтили Напалм Дэс за то, что они, ну так, достаточно кардинально сменили стиль. Я когда первый раз услышал Great Killing, я, в общем-то, не с первого раза понял, что это Напалм Дэс. Конечно, вокал Barney, в общем-то, узнаваем, вполне узнаваем. Но жанр, я думал, может это сайт проекта какой-то. Нет, однако это действительно Напалм Дэс. Ругать и высказывать собственное мнение по поводу стилистики данного альбома я не буду. Ну, поскольку делает неблагодарное, обзорщиков на самом деле очень много. Я не думаю, что мне стоит повторяться, да и смысл. У нас все-таки с вами виниловая тематика, поэтому ближе к делу. Начнем мы, конечно же, с самого альбома. Что можно сказать по качеству звука и винила? Звук на данном виниле мне очень понравился. Очень неплохо прописаны инструменты, очень неплохо звучит голос Barney. Частотный диапазон на данном виниле, в общем-то, тоже очень хороший. И высокие частоты есть, и низкие частоты в полной мере, и средний диапазон тоже прописан неплохо. Компрессия здесь, конечно же, присутствует, однако совсем не в той мере, чтобы на нее обращать внимание. Что насчет дефектов? Дефектов на данном виниле, в общем-то, в моем экземпляре практически нет. Есть небольшие шуршания, однако, признаюсь честно, это уже третий экземпляр у меня. Были еще два экземпляра до вот этого. Мой экземпляр в минте, до этого приходил экземпляр тоже якобы в минте, однако качество у них очень неровное. На всех этих экземплярах присутствовали мелкие грешки, в частности, неровности и потертости. В начале некоторых сторон были циклические шуршалки. Мой экземпляр страдает этим в наименьшей мере, однако предыдущие два, повторюсь, в общем-то, шуршали изрядно. Поэтому, чтобы найти хороший экземпляр и оставить его себе в коллекции, пришлось потратить немножко денег. Не знаю, на самом деле, зачем было выпускать альбом на двух 10-дюймовках, если он вполне бы уместился на одну 12-дюймовку. При этом 10-дюймовки записаны также на 33-й скорости. Мне кажется, что 12-дюймовый формат намного привычнее, на полке он смотрится рядом с такими же 12-дюймовыми пластинками значительно лучше, чем такой вот небольшой карлик на полочке между пластинками. Что ж, ну это исключительно мое мнение, поэтому строго не судите. Далее, давайте перейдем к епишке Great Killing. Что можно сказать по ней? Данная епишка чем цена? Тем, что на ней присутствует 5 треков, которых нет на альбоме. На данной епишке присутствует 5 треков, которые не вошли в альбом. Повторяются только первые два, это Great Killing и My Own Worst Enemy, которые были на альбоме. Поэтому можно сказать, что данная епишка, по сути, является третьей для этого альбома. Что по качеству на данной епишке? Учитывая, что лейбл тот же самый, год издания тот же самый, завод тот же самый, в общем-то все то же самое, что и с самим альбомом, поэтому разницы в звуке вы, я думаю, не заметите. Что по качеству массы и дефектам? С этим винилом епишкой мне повезло намного больше, чем с альбомом, потому что купил я ее с первого раза и с первого раза она меня устроила по звуку, никаких дефектов не было и, в общем-то, с первого раза я попал на хороший экземпляр для своей коллекции. Очень жаль, на самом деле, что данный альбом не переиздавался позже, хотя лейбл Erage Records довольно-таки много винилов переиздает в последнее время. Очень надеюсь, что переиздадут и этот альбом, я его обязательно куплю себе в коллекцию, очень, конечно же, надеюсь, что переиздадут в 12-дюбовом формате на одной пластинке, но это, как говорится, мечты. Ну и давайте потихонечку переходить к итогам. Что можно сказать? Учитывая то, что на Pound Death в этом альбоме значительно поменяли жанр, то, конечно же, ознакомьтесь с этим альбомом сначала в цифровом формате. Ну а далее уже, если он вам понравится, конечно же, я бы советовал вам его приобрести и на виниле. Но обращайте внимание, что пластинки не все очень хорошего качества, не все одинаково хорошего качества, поэтому доставайте продавцов вопросами, пускай конкретно описывают состояние каждой пластинки, прослушивают, то есть не только визуально, потому что визуально пластинки могут быть минт, а на слух, ну как бы, как повезет. Так что не стесняйтесь, доставайте продавцов вопросами, пускай описывают досконально. Ну а вы тем временем сэкономите деньги. Епишка на данный момент стоит примерно 30 долларов. Покупать ее или нет смотрите сами, обязательно ознакомьтесь с треками на данной епишке, может быть они вам понравятся не меньше, чем альбом. Ну и, соответственно, думайте сами, покупать ее или нет. А у меня на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!